пацаны всем привет очередная поломка с крафтером что-то там он зашипел короче вообще ничего не предвещало беды потихонечку ехал на катиком на холостых и он короче зашипел стал выдувать выхлопные газы или что-то с надувом короче говоря подозреваю что это опять трубка гофра которая идет с глушителя на egr первая трубочка которая идет в egr с охладителем походу она опять что-то там сломалась а потому что но если бы это были патриотские турбины или там с интеркулером что-то то турбина бы ну короче сразу говоря почувствовал а это турбина работает но тяги нету потому как короче шипит воздух и выдувает сейчас я заведу послушаем как он работает короче и вот он вот так стал делать не сразу запускается либо это что-то стартером стягивающим либо это какая-то моа провод массы что ли в общем работает теперь таким образом вон газу личку плавненько вот такой звук но такой звук такой звук я помню когда я его этот крафтер купил и пригонял его то по дороге у меня появился такой звук именно вот такой вот шипящий не свистясь я такой шипящего естественно тяга пропала хотят четко помню это было вот два года третий год назад да это оказалось именно эта трубка гофра трубка которая с выпускного коллектора идет на егр егр с охладителем и вот этот маленький коротенький перешей чик именно он и у меня тогда при перри горел сломался или что там короче он распался на две части так ребята это вот старая моя эта трубка гофра вот так она переломалась сломалась в прошлый раз где-то под не знаю перед чем кентом между что там козу лордой чем кентом ну я подозреваю снова на эту же гофру сейчас залезу вниз буду смотреть ну так визуально вот все патрубки с турбины целые я имею ввиду резиновые вот отсюда сверху все вроде целое не шипит не выдувает и звук сверху тоже не идет вот здесь идет длинный патрубок шланг в центр кулера туда на впуск он тоже отсюда вроде не шипит не выдувает полезем вниз под машину снизу патрубки тоже вот все целые с турбины на интеркуллер здесь тоже шланг мокрый кстати говоря замыть все все на соплях все на похер короче вот блять ездики катались и на нем все это надо в чувство приводить только когда это все будет ну тут все целое стартером тоже надо заняться по ходу пьесы до ума тут все доводить до хера делов так вон прочее имею ввиду вот этот железный гофрированный патрубок но скорее всего мне что-то там черная езда что-то там есть черная что-то там он выдувает мне кажется вон там у основания да и он прикручивается к коллектору он черная вот она вот он оттуда и дует я сейчас еще раз заведу его и туда рукой залезу пощупаю вот это вот охлаждение идет вот он бочонок на игр надо его открутить да вон черный выхлоп уже надуло вот эту лямбду надо еще ту лямбду надо оторванное тоже сделать и восстановить у меня есть лямбда такая вот ну вот как на глушителе стоят вот вот такая лямбда есть но она немного не такая но зато там провод с фишкой я отрежу а здесь на нее короче скручусь запаялись провода проводку надо сделать на эту лямбду тоже надо заняться короче говоря сейчас этой бедой буду заниматься так парень получается так парни вот лямбду открутил так ребята вот эту лямбду открутил чтобы она мне не мешалась провода оторванные здесь заняться тоже тем вопросом проводку сделать короче сюда и сейчас там буду откручивать сам этот патрубок там он на 12 болты получается здесь и здесь привет галам вот так сейчас буду откручивать эту бодягу все пошли уже два штуки сверху которые надо но прежде всего их открутить надо потом уже там вот который на коллекторе на глушитель идет так будет легче болток здесь кстати на 12 идут не знаю родные болты или не родные ну короче здесь они на 12 под ключ под ключ на 12 головка на 12 вот зараза вот зараза млять не сто не все падла взял но это потому что тут все на херен на соплях все болтали ничего не закручено на по херен на здесь на этом моторе головку старый хозяин говорил что делали снимали и ремонтировали головку ну а как собрали начал так и собрали на похер все старый хозяин то он наездник он только ездил сам он руками не крутил руками крутят мастера которым все похер да злы которым все похер лишь бы вот так вот быстро все на халяву на соплях залепить бабки содрать короче и все потому что у них время деньги а как она будет стоять как она будет работать главное чтобы лишь бы за ворот человек выехал и все там дальше не волнует вот горелка горелкой короче говоря нагревал гайку потому что она чуть-чуть пошла и остановилась дальше я очканул ее крутить чтобы не сломать шпильку и короче говоря нагрел гайку до красна одна нормально открутилась а вот эту вот нагрел до красна промашь чтобы красная была чуть-чуть она остыла и открутил ее длинным воротком она пошла нормально сейчас она остынет и и откручу полностью вот это нормально шпилька крутилась чуть-чуть так с подкосыванием но в принципе хорошо открутилась вот там наметил красным красной краской потому она ну чтобы была соосность чтобы можно было ее ровно заварить угадать потом если вот так вот не наметить и ровно ее этот патрубок фланцы не приварить то вот хрен потом вон там попадешь на все в кривую в кость будет чтоб соосность была патрубка и фланца вот так там краской наметил схематично момент истины давай давай вытаскивайся момент истины вот и вся поломка вот здесь он поэтому периметру лопнул он болтается и все вот она и проблема он зараза шошь теперь как тебя тут он тонкий сварщиком нашим отдавать они нахер все пожгут заварить даже они не заварят не сможет лудить что ли как-то блин паять 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 как-то а как и чем паять хер узнает это железо толстая это тонкая блин вот еще проблема нарисовалась на ровном месте так что-то надо придумать с этой темой ну и заодно я стартер снял переберу стартер посмотрю что там с ним и вот здесь вот замыл все гумно короче все масло вот это солидол весь это всю мазуту смыл короче отсюда что тут чистое место было лапу немножко отодвинул в сторону два болта открутил и подушку снял ты аккуратно и хорошо чтобы был свободный доступ чтобы скинуть стартер и заодно тут чтоб немножко было поудобнее замыть всю эту весь этот шлак всю мазуту круче звука а тут тут сильно было короче примерно вот такой вот слой мазуты короче был с песком со всеми короче потрохами совсем говном совсем гумном короче говоря ну сейчас вот чисто и благородно так ребятки стартер перебрал весь его внутри помыл смазал болен тут капец что только не было и мазута как гудрон как пластилин густой и масло и песок прям чистый песок как он тут попадал неизвестно в общем тут все залипшее было якорь в мазуте до того был забитый залеплен в этом пластилине к обмотке что короче аж там он вместе с этой мазута с песком чисто как пластилина все там шоркал по обмотке ну плюс все замыл здесь смазал тягивающий весь смазал почистил помыл шестерен очки здесь такие зубчатые знаете так три шестерни зубчатых приводят в движение якорь и все промыл промазал новой смазки забил в общем как как бы сейчас он не залипает моментально реагирует на включение оттуда это он как затягивал и вот эти вот клеммы были прослаблены и гайки вот эти вообще не были затянуты чуть-чуть слегка и вот это вот тоже было прослаблено здесь вот был из-за этого плохой контакт и немножечко вот здесь начала подплавляться вот это вот клемма сейчас я их затянул протянул как следует мертвого ну может из-за этого тоже быть того что плох плохой контакт тоже стартер может так затягивать попробуем как сейчас он тыркает мощно мощно тыркает уходит моментально реагирует сразу напруга хорошая здесь право тонкие начинаем греться подымливает но ничего заодно и со стартером разобрался а вот что с трубкой делать я короче еще пока не могу придумать кемпием трубку не заваришь потому что она очень тонкая и наши сварщики на хрен просто сожгут и все в хлам тонкие не умеют варить металлы только толстые варят чтобы вот хорошо было бы заварить медью или латуни вот было бы ништяк тоненькая трубка варить ее сваркой но не как короче больно чё то надо с этой темой думать без нее то никуда машина не поедет без нее а искать ее где-то это конкретный вопрос хрен его знать и искать на разборах у нас таких движков раз-два и обчелся и ну фига знать навряд ли еще ни разу не встречал так чтобы в свободном доступе была такая трубка посмотрим что-то надо думать он Так, ребятки, все, заварил трубку латунью. В конце концов, заварили, запаяли латунью, латуневый припай. Медью первый раз попробовал, медь не пошла. Непонятный металл, он и не стальной, и не нержавейка какой-то с какими-то добавками металл. Он легкий, во-первых, металл этот, и он быстро окисляется. Ну, в общем, латунью вот так запаяли. А такой сваркой, кемпи, тут и рядом не подойдешь, потому что прожгешь. Трубочка вот эта тоненькая вообще, она 0,3, 0,4, где-то 0,35 миллиметра, тонкая совсем. И такой сваркой ее моментально прожгешь. Даже автогеном тоже моментально прожгешь. В общем-то, короче говоря, пацанчика вызвонил. Выездной сварщик у него в машине там все сварки. И ацетилен, и автоген, и аргон, и кемпинг, и просто сварка инвертер дуговая. Всякая сварка у него, короче, и припои всякие, и алюминий, и медь, и латунь. Ну, в общем, вот такие дела. Латунью, короче, запаяли. Так, с трубкой все. Сейчас буду садить ее на место. Здесь прокладку на герметик. Здесь на медную смазку. И еще лямбда-зонт, пацаны, сделал. Помните, да, у меня был вот здесь оборван? Помните, да, здесь оборванный провод был? Только вот одна лямбда торчала. В общем, поковырялся. Нашел провода. Вот с такой фишкой. От какой-то лямбды. Вот, немножко удлинил. Провод вот такой кусок сюда вставил. И вот этот кусок. В общем, два куска здесь, чтобы мне длины хватало. Ну, а здесь припаялся. Ну, хрен его знает. Наугад, короче, припаял. Здесь бело-серый провод идет. Какой правильный, на какой контакт здесь два выхода идет. Хрен его знает. Короче, наугад напаял. Будет работать, будет работать, не будет работать. Ну, потом откручу, перепаяюсь, провода перекину. В общем, лямбду сделал, трубку сделал. Все, спорка собирать. Лямбду тоже на медную смазку. Такая паста медная. На нее буду все гайки и болты садить. Сейчас ее главное хорошо закрепить. Почему она оторвалась? Это же вторая трубка ломается уже. Потому что там какие-то чудики. Вон там, вот сверху движка, где теплообменник EGR стоит. Он не прикрученный. На похер. Короче, болтается. Оно-то тяжелая бандура. Плюс вибрация мотора. Вот тебе и пожалуйста. Все нахрен отрывает. Халатность. Халатность мастеров. Проще говоря. Руки им оторвать и в одно место вставить. Мастера им этим. Слов нету. Все парни. Собрал свою шарманку. И дождь пошел. Но последнюю гайку не успел закрутить. Дождь разошелся. Не дал последнюю гайку закрутить. Именно ту гайку, из-за которой весь косяк. Это верхний крепеж охладителя EGR. Который не закручен. И который трясется при работе двигателя. И от него вибрация уходит как раз на этот злосчастный патрубок. Который от вибрации и лопнул. Трещину дал. В общем сейчас дождь пройдет. И все-таки нужно закрутить эту злосчастную гайку. Вот такие дела. Давайте сейчас запущу движок. И посмотрим как работает эта трубочка сейчас. Дождь. Вот он разошелся сильный. Пошел прям так моментально. Где-то минут. Ну, грубо говоря, за 5-10. Сразу моментом пошел. Ну, запустим движок. Так, ключик. Ой, блин, песня. Сказка. Сказка натуральная. Очень малыш. Да. Ну, старое. Понятно. Дождь. Так. Дождь. Отпустим. песня для ушей отлично великолепно великолепно все нигде не сечет нигде не подсекает отлично так ну ладно будем думать что эту последнюю гайку верхнего крепежа закрутил в принципе много работы сделал заодно попутно перебрал стартер давно я хотел стартер перебрать посмотреть что да как заодно восстановил и лямбда зонт тоже давно хотел я им заняться вот и настал этот момент все вместе в кучу еще перекинул тросики переключения скоростей они неправильно были заведены и терли об трубку сцепления кто-то короче их как-то неправильно когда-то завел и получилось так что они упирались в трубку сцепления там пластиковая трубка идет и довольно таки уже изрядно там протерла трубочку эту сцепление и но я не знаю еще месяц два три полгода и короче перетерли бы трубку сцепление и сцепление бы пропало вот заодно и туда до кучи завел правильно тросики переключения скорости теперь там все пучком ну а на этом парне все такой видос кому видос зашел ставьте свои лайкосы типа вот так ставьте там не скупитесь жмякните эту кнопочку понравилось также жмякните кнопочку там репост перерепост короче поделиться там соц сети в общем все вот эту ботву понажимать и ка от вас не убудет а мне в пользу пойдет и новый смотрящий зритель нажми кнопочку подписаться на канал и там заходи по листы смотри очень много всяких роликов на ремонт и автомобиля думаю что тебе это понравится все пацаны пока не ломайтесь а если сломались то ремонтируйтесь грамотно удачи